Кромкий международный скандал. Америка отзывает своих дипломатов с Кубы. Обследование сотрудников посольства США в Гаване обнаружило у всех травматическое повреждение головного мозга. Медики называют подобное состояние сотрясением без сотрясения. Некоторые эксперты не исключают, в реальности речь идет о целенаправленной атаке на мозг. Кто пытается забраться нам в голову? Куба, Гавана. Февраль 2018 года. Представители кубинских властей заявляют, во всем виноваты насекомые. Вблизи американского посольства слишком громко пели по ночам цикады. Но так ли это на самом деле? Эксперты утверждают, звуки определенных частот могут не только вызвать состояние, близкое к сотрясению мозга, но еще позволить кому-то постороннему взять под контроль ваше сознание. Не исключено, что на Кубе имела место попытка изменить некую программу или заложить новую в головы американских дипломатов. Неужели мы действительно подошли к той черте, когда дистанционное влияние на работу мозга стало возможным? Почему именно человеческий мозг стал объектом столь пристального внимания ученых всего мира? Неужели мы стоим на пороге судного дня? Как миролюбивые люди превращаются в садистов и насильников? Извиратели, они приходили ночью, когда не было камер, и вот издевались над испытуем. Кто на самом деле нами управляет? Все правители во все времена пытались воздействовать на свой народ. Где искать выход из матрицы? Побочные эффекты могут оказаться гораздо более сильными. Что скрывается за обещаниями прокачать ваш мозг? Тренажер и развитие – это разные вещи. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин Программа «Тайный Чапман» проводит эксперимент. Казалось бы, ничего сложного. Сначала испытуемых просят вращать правой ногой по часовой стрелке. И тут же добавить еще одно действие – правой же рукой одновременно писать в воздухе цифру 6. Однако ни у кого не получается. Ты смотришь. Что нужно, чтобы человек пошевелил рукой? Долгое время это казалось очевидным. Человек принимает решение, мозг дает сигнал телу, рука двигается. Однако в середине прошлого века физиолог Бенджамин Либбетт опровергает это суждение. Вот как выглядел его эксперимент. Испытуемый садился перед темным экраном. Экспериментатор ставил задачу. Как только появится зеленая точка, нужно совершить движение кистью. С помощью специальной аппаратуры измерялись электрические импульсы, возникающие внутри мозга. Результат эксперимента Либбетта оказался ошеломительным. Задержка между импульсом мозга и решением человека составила полсекунды. Иначе говоря, мозг послал сигнал телу до того, как человек принял осознанное решение. С того момента пошла теория о свободе воли. То есть самостоятельно ли человек принимает решение или не самостоятельно? Казалось бы, что здесь такого? Однако это открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Перед католическими богословами встал вопрос. Как быть с учением о свободе воли, если на самом деле никакой свободы не существует? Эту проблему обсуждали в Ватикане. Опыты Либбетта доказали, человек не управляет собственным поведением. Программа «Тайный Чапман» провела свой эксперимент, который дал тот же результат. Посмотрите внимательно. Левая рука испытуемого спрятана под столом. То, что лежит на столе, это всего лишь муляж. Сам испытуемый прекрасно об этом знает. Его сознание, казалось бы, должно контролировать его реакцию. Мозг посылает сигнал опасности, прежде чем испытуемый понимает, что происходит. Мозг решает за нас. Мы у него на вторых ролях. Сегодня эту нашу зависимость от реакции мозга активно используют в так называемом нейромаркетинге. Нейромаркетинг, как и многие современные техники продаж, пришел к нам с Запада. Суть его всего лишь в том, что особенности работы человеческого мозга учитываются маркетологами для того, чтобы увеличить продажи. Основная концепция нейромаркетинга в том, что у мозга есть определенные сигналы, которые он может выдавать в ответ на определенные стимулы. Помните Павлова стимул-реакция? Звоночек, да, еда, слюна. А потом звоночек без еды, все равно слюна. Вот то же самое. Специалист по нейромаркетингу Кирилл Дроздовский убежден. Превратить покупателя в собаку Павлова совсем нетрудно. О многих уловках продавцов мы сегодня уже знаем. К примеру, то, что нужно быстрее продать, выкладывают на средние полки. На продукты, чей срок годности подходит к концу, объявляются скидки. Акция «Возьми два по цене одного» – и вовсе классический пример того, как убедить человека купить что-нибудь ненужное. Однако нейромаркетинг – это манипуляции совсем другого уровня. Нейромаркетинг – это то, что возбуждает наши эмоции, то, что чешет наши ощущения. Чем сильнее импульс, тем быстрее ответная реакция. Иногда, господи, что иногда, почти всегда наше подсознание не отслеживает тот импульс, который получает. Вы всю жизнь стриглись в обычной парикмахерской. Но вот вам предлагают попробовать модный барбершоп. Само название привлекает внимание и заставляет ожидать чего-то необычного. Сразу при входе в этот самый барбершоп, ваша обонятельная система получает первый неосознанный стимул. Пахнет дорогой замшей. Этот запах в нашем подсознании прочно ассоциируется с престижем и высоким статусом. Вам приносят кофе. Теперь задействованы два центра – обонятельный и вкусовой. На столике лежат журналы в глянцевой обложке. И прикосновение к такой бумаге также стимулирует ваш мозг. Каков же итог этой одновременной стимуляции? Вы, сами того не зная, уже готовы потратить здесь вдвое больше денег, чем в обычной парикмахерской. Здесь логика умирает, здесь рождается потребитель. Вот так маркетологи завязают вам в мозг. Эксперты отмечают, в последнее время борьба за мозг потребителя приобретает новый размах. Все дело в том, что на рынок вышли так называемые специалисты по осознанности. Именно они взяли на себя непростую задачу – отучить людей совершать импульсные покупки. Это вот формат. Если тебе чего-то страшно захотелось, остановись, сделай короткий вдох, очень длинный выдох, и подумай еще раз. А маркетологи кричат – нет, нет, ничего вкуснее креветок под соусом, приходи к нам. И вот эта борьба сил, зла, добра, света, тьмы маркетологов и специалистов по осознанности, но она на рынке идет уже как пять, наверное. Казалось бы, можно только радоваться, что есть люди, помогающие нам противостоять агрессивному нейромаркетингу. Однако многие специалисты уверены – никакой разницы между этими условными сигналами света или силами тьмы практически нет. И те, и другие попросту делают деньги, пытаясь управлять нашим мозгом. У меня закрадывается впечатление, что эти парни между собой договорились. Одни постоянно нахлобучивают народ на то, что покупайте – покупайте, другие говорят, что как только мы будем осознаны, все будет замечательно. Но и те, и другие без друг друга нормально не смогут. Интерес к работе мозга сегодня проявляют не только маркетологи, но и фармацевты. Идея волшебной таблетки, которая позволит расширить наши мыслительные способности, выглядит очень многообещающе. На Западе уже появилось целое направление, суть которого – так называемая прокачка мозга и сознания. Новое увлечение американцев – биохакинг. Суть его в том, чтобы заставить собственный мозг работать максимально эффективно. В ход идут не только традиционные средства, такие как полноценный сон и правильное питание, но и сомнительные препараты, вызывающие привыкание. Чем закончится очередная мания и так ли она безопасна? Россия. Сочи. Март 2018 года. В этой уникальной лаборатории изучают работу мозга и перспективы, которые открывают человечеству новые знания. Это кажется невероятным. Исследователи, занимающиеся разработкой сложнейших проблем – дети. Это клеточная биология, это микробиология, это биология молекул. И проекты, которые здесь проходят, они довольно часто бывают сложными и высокотехнологичными, и близкими к такому современному, сегодняшнему краю науки. Биохакинг – это расширение возможностей человеческого тела, в том числе мозга. Кажется фантастикой, но дети, которые занимаются в этой лаборатории, смогли вырастить с помощью наночастиц аналог человеческой кожи. Выращивали клетки, часть клеток левитируют и растут как бы над слоем нижним тех клеток, которые у нас не имеют наночастиц. И получается двухслойный такой аналог кожи, который в дальнейшем можно использовать в медицине. Перед учёными стоит вопрос, как сделать работу мозга более эффективной. Возможности современной науки в этой сфере куда серьёзнее, чем нам кажется. Это довольно широкое направление. Например, некоторые вживляют себе чипы, чтобы увеличить количество органов чувств. Там магнитное поле можно чувствовать. Разумеется, такие техники – дело будущего. Есть и более короткий путь к расширению способностей мозга. Это как раз и называется биохакингом по-американски. В США предпочитают раздвигать границы с помощью фармацевтических препаратов, так называемых ноотропов. Однако, по мнению специалистов, игры с медикаментозным вмешательством могут плохо закончиться. Фармакологическая вот эта зависимость, она приводит уже экономически к тому, что через какой-то промежуток времени человек становится завистником от аптек. США сегодня лидер по употреблению препаратов, влияющих на мозг и психику. Какой побочный эффект могут вызвать такого рода таблетки, не знает никто. Тем не менее, они уже приносят разработчикам миллионы долларов. Похоже, богатых людей попросту обманывают, обещая волшебное средство, которое поможет им стать гениями. Доктор психологических наук Юлия Ковас предупреждает. Информации о работе человеческого мозга на сегодняшний день явно недостаточно, чтобы улучшать его таблетками. Существуют огромные индивидуальные различия, как в работе мозга, так и в реакцию мозга на самые различные препараты. Побочные эффекты могут оказаться гораздо более сильными, чем любые эффекты, на которые человек надеется. Любое вторжение химического препарата в работу мозга чревато проблемами, говорят эксперты. Самое яркое доказательство того, что таблетки представляют серьезнейшую опасность, это та кошмарная ситуация, которая сложилась в США с употреблением антидепрессантов. В Соединенных Штатах действительно очень распространено вот это вот явление по приему постоянному и, ну, с нашей точки зрения, малоконтролируемому снотворных препаратов, антидепрессантов, что привело к вот этим фактам, которых все больше сейчас и все чаще, стрельбы в школах и вот подобному странному и опасному поведению школьников. Связь между стрельбой в американских школах и чрезмерным употреблением тонизирующих и успокаивающих средств сейчас уже не вызывает сомнений у экспертов. В тройку самых востребованных медикаментов в Соединенных Штатах входят обезболивающие препараты и антидепрессанты с содержанием опиатов. Именно поэтому эксперты все чаще с тревогой говорят об американцах, как о нации, зависимой от лекарств. Ежегодно в Америке выписывается 250 миллионов антидепрессантов. Это значит, что 78% населения страны зависит от медикаментов. Продажи антидепрессантов в США за последние 20 лет выросли на 400%. Транквилизаторы выписываются не только взрослым, но и детям. Иначе говоря, детский мозг, пластичный и податливый, становится жертвой тех химических реакций, последствия которых даже не изучены до конца. Если подросток, ребенок, подросток, взрослый, неважно, если он находится в нормальном психологически устойчивом состоянии, он не будет нуждаться в приеме каких-то препаратов. Мы хотим сделать более совершенных людей, объясняет один из лидеров американского рынка биохакинга Майкл Бранд. Но как быть остальным, несовершенным, тем, у кого нет миллионов долларов на дорогостоящие таблетки? Вы научитесь использовать мозговые ритмы и активировать ресурсы своего подсознания. Ваше внимание вырастет вдвое, а степень концентрации увеличится на 40%. Это всего лишь небольшая часть тех обещаний, что дают курсы так называемой прокачки мозга. Но вот что говорят эксперты, реальный путь изменения собственного мозга совершенно другой. Пожалуй, никогда еще курсы и мастер-классы по развитию осознанности, внимательности и памяти не были так востребованы, как сегодня. Предложений множество, любых форматов и цен. Кажется, что поумнеть задача не более сложная, чем нарастить мышечную массу. Три месяца упражнений, и ты уже гений. Во всем мире, вот в Штатах, например, брейн-фитнес, работа с мозгом, у нас уже не один десяток миллионов был положен в рекламу, что мозгом заниматься правильно, модно. Однако все далеко не так просто. Сергей Билан рассказывает, как на самом деле работают программы для улучшения мозга. Оказывается, то, что дают компьютерные тренажеры, никак не влияет на мозговые способности. Ни концентрация внимания, ни память, ни логика по сути не являются непременным условием развитого мозга. Ведь не секрет, что гениальный художник может демонстрировать полное отсутствие логики. А нобелевский лауреат постоянно забывать самые элементарные вещи. Ученые, которые исследуют мозг на протяжении долгих лет, признают, наши знания об этом органе человека до сих пор остаются совершенно неоднозначными. Мозг – это очень сложная система. Мозг постоянно решает огромное количество задач. Одна и та же функция, например, функция памяти, поддерживается одновременно самыми разными аспектами мозга. Мало кто знает, но на самом деле мозга у нас три. И все эти три мозга ведут себя по-разному. Известный американский нейрофизиолог Поль Маклин в конце 20-го столетия опубликовал ошеломляющее исследование. Оказывается, внутри черепной коробки каждого человека соседствуют три существа, которые и определяют наше поведение, мышление и реакции. Кто они такие? И можно ли их контролировать? Смотрите далее. Во мне проснулась ящерица. Почему рептилия сильнее человека? Время часть мозга отвечает за инстинкты. Ум и сердце не в ладу. Может ли мозг командовать чувствами? Мы берем элементарную картинку. Из охранников в министры. Карьера, которая вам и не снилась. Программа «Тайный Чапман» проводит необычный эксперимент. По этим предметам у меня пятерки твердой никогда не было. Вот они, три структуры нашего мозга. R-комплекс или рептильный мозг – это старейшая часть мозга. Ему больше 100 миллионов лет. Вот лимбическая система. Маклин назвал ее мозгом млекопитающего. Этому отделу мозга более 50 миллионов лет. Наконец, третья часть – мозг человеческий или неокортекс. Это самая молодая часть мозга. Ей всего лишь полтора миллиона лет. Вполне научный факт. В нашей голове живут рептилия, млекопитающая и человек. Рептильная часть диктует инстинктивные реакции бежать, нападать, замереть. Лучше всего это поведение демонстрирует обычная ящерица. Все эти инстинктивные реакции – страх, агрессия, паника – порождены нашей внутренней рептилией. Время часть мозга отвечает за инстинкты. Все основные инстинкты, которые у нас бессознательно идут, которые присущи животному, идут из рептильного мозга. Мозг млекопитающего управляет нашими эмоциями. Именно млекопитающее в ответе за то, что новая жизнь, начавшаяся в понедельник, бесславно рушится во вторник. Ведь с точки зрения этого мозга, диван и пирожок лучше, чем пробежка и диета. Это происходит потому, что невозможно объяснить млекопитающему, что такое завтра. Мы можем себя программировать, мы можем, в общем-то, говорить о том, что всё, я начинаю новую жизнь, из завтрашнего дня не ем никакие булки, всё будет у меня прекрасно. Почему происходит срыв? Потому что мозг начинает давать нам сигнал. Сигнал того, что вспомни, как тебе было хорошо. Неокортекс, мозг человеческий, анализирует, оценивает, сравнивает и принимает решения. Но лишь в том случае, если успеет. Потому что наши внутренние рептилия и млекопитающие играют значительно более серьёзную роль в наших реакциях. Вот как объясняют взаимодействие трёх отделов мозга учёные. Все столкнулись с чем-то неожиданным и неприятным. Рептильный мозг тут же даёт команду – бежать. Млекопитающее добавляет, а ещё можно поплакать. Неокортекс робко спрашивает. Может, давайте сначала разберёмся, что это перед нами? Но его никто не слышит, потому что вы уже бежите и плачете. Есть опыт, который у нас переживался ранее. На основании этого опыта мозг уже переработал, выдал нам эмоцию, которая была на действии в прошлом. И мы вот таким образом вдруг у нас что-то меняется, а осознать мы не можем. Эксперты отмечают, активность рептильного мозга и лимбической системы тесно связаны с действием гормонов. Основной гормон на работе рептильного мозга – это адреналин. Как раз вот выработка адреналина, и мозг прекращает практически работать, он залит этим адреналином. Адреналин, в свою очередь, снижает мозговой кровоток. Страх и агрессия – производный адреналин. Действие этого гормона прекращается, когда в дело вступают два других – дофамин и серотонин. Высокий уровень дофамина и серотонина, а серотонин называется гормон счастья. Когда нам хорошо, когда нам привольно, когда мы спокойны. Так вот, высокое содержание вот этого дофамина и серотонина приводит к тому, что они съедают адреналин. Что же из этого следует? Неужели всякий раз, когда нам страшно или когда мы находимся под влиянием стресса, нужно принимать гормональные препараты? Вовсе нет, говорят учёные. Оказывается, повысить уровень дофамина и серотонина человек может сам. Для этого достаточно так называемых «когнитивных тренировок». Самое элементарное упражнение, оно должно основываться на основных функциях мозга – на зрении, слухе и панике. Мы берём элементарную картинку, смотрим на неё, рассказываем вслух и запоминанием. Это всего лишь один из методов подавления адреналина. По мнению специалистов, чтобы подчинить себе своих внутренних животных, крокодила и обезьяну, нужно познакомиться с ними поближе. А для этого нужно точно знать, что бывает, когда активизируется та самая тёмная сторона. 15 долларов в день за издевательства и пытки. Именно столько пообещал психофизиолог Филипп Зимбардо добровольцам одного из самых страшных экспериментов. Участников разделили на тюремщиков и заключённых. Эксперимент уже через две недели полностью вышел из-под контроля. А выводы учёных стали шоком для всего мира. Участников эксперимента поделили на заключённых и охранников. А на базе кафедры психологии Стэнфордского университета устроили условную тюрьму. Охранники получили униформу и деревянные дубинки. Заключённых одели в халаты и резиновые шлёпанцы. Вместо имён им присвоили номера. Это социальное и биологическое в личности преступника. Вот он родился такой, генетически, или всё-таки эта социальная атмосфера сделала из него преступника. Эксперимент дал абсолютно неожиданный результат. Участники, которые взяли на себя роль охранников, уже на второй день забыли о главной инструкции. Не причинять боли тем, кого они охраняют. У заключённых отбирали еду. Их заставляли спать на бетонном полу и чистить туалеты голыми руками. В течение нескольких суток экспериментальная тюрьма стала настоящей. А охранники, самые обычные люди, превратились в садистов. Недзиратели, они приходили ночью, когда не было камер, и вот издевались над испытуемым. Хотя это были не обвиняемые, а вот это были люди, которые собирались в качестве эксперимента. Эксперимент прекратили через шесть дней. По итогам эксперимента Филипп Зимбардо написал книгу с громким названием «Эффект Люцифера». Оказалось, что социальная роль может активизировать в человеческой психике все самые страшные черты. Это действительно эксперимент, который используется в качестве образца. И он показывает, как легко можно воздействовать на человека. И как легко можно из человека с одними чертами, знаете, вытащить и выявить проявления какие-то совершенно другие, аморальные, деструктивные. Неужели достаточно назначить человека тюремщиком и дать ему дубинку, чтобы он стал садистом? Нам это кажется невероятным. А ведь на самом деле практически каждому приходилось сталкиваться с этим феноменом. Охранник Станислав до сих пор был совершенно уверен. Его интеллектуальные способности самые средние. Должность охранника или начальника смены максимум, на который он может рассчитывать. Мы предложили ему пройти тест на коэффициент интеллекта. Так. Еще одна интересная задачка. Так, ну, пожалуй... Пожалуй, начнем вот с этого. Так. С двоечки. Так. С математикой не очень, но постараюсь разобраться. Среди вопросов есть те, что проверяют логику тестируемого и те, что характеризуют его реакцию. Есть и вопросы на эрудицию. Да, некоторые вопросы в тупик ставят. С математики на геометрию. По этим предметам у меня пятерки твердой никогда не было. Не нужно быть психологом, чтобы понять. Станислав в своих представлениях о собственных способностях опирается на те стереотипы, что были внушены ему еще со школьной скамьи. Если по математике не было пятерки, значит и математических способностей нет. Но так ли это на самом деле? Нет, нет, нет. У меня... Вы посмотрите, здесь цифровые таблицы. Так, отлично. Здесь одни зеленые у меня галочки. Прямо себя ощущаю. Кандидатом математических наук. А вот результат теста. Люди с таким интеллектом, как у Станислава, часто становятся менеджерами-управляющими. А при наличии желания и усидчивости могут достичь и более серьезных высот. Что же мешает Станиславу? Абсолютно то же, что и большинству из нас. Мы не знаем тех программ, что заложены в наш мозг. А ведь еще в начале позапрошлого века биолог Ричард Симон обнаружил их и назвал энграмами. Лучший способ избавиться от этих энграм – найти их внутри своего сознания. Очень полезно приходить в осознанное состояние и понимать, что ты делаешь, кто ты и что. Люди живут, как живут. Сказали, ходи на завод, ходи, работай врачом. И люди живут и даже не понимают, что они могут очень свою жизнь сделать намного красивее и счастливее. Взять под контроль свой собственный мозг – одна из самых непростых задач. К тому же год от года появляется все больше желающих сделать это за нас. Всего одна вспышка света, и лабораторная мышь бежит в нужном направлении. Это оптогенетика – новый инструмент нейрофизиологов. Оптогенетика позволяет управлять деятельностью клеток мозга с помощью света. Экспериментаторы уверяют – это направление может бороться с опасными болезнями. Однако эксперты опасаются совсем других результатов. Об этом мало кто знает, но опыты по управлению человеческим поведением идут полным ходом. Не требуется никаких дополнительных устройств. Достаточно нашего собственного мозга и так называемых ментальных вирусов. Ментальный вирус – понятие или представление, искусственно внедренное в человеческий мозг с помощью информационных технологий. Первый признак того, что человек заражен ментальным вирусом – это ненормальное чрезмерное возбуждение. Специалисты считают, эпидемия ненависти к россиянам, которая так сильно проявляется сегодня у многих жителей Украины, это не что иное, как ментальный вирус. Все зараженные – они как будто одержимы идеей и готовы доказывать ее правоту во что бы то ни стало. Мысли вирус, мем, фейк, все что угодно, но некая идея, которая вдруг начинает разноситься по интернету какими-то огромными темпами, и люди делают перепосты, люди этим делятся, люди это обсуждают. Почему-то людям это становится интересно, и с течением какого-то даже непродолжительного количества времени это вдруг приобретает характер истины, как будто бы так оно и было. Мы сделали специальную памятку – как распознать ментальный вирус. Броски заголовок типа «Шок» – вы не поверите. Психологический крючок, в качестве которого выступает ваш страх или ваше любопытство. Способ диагностировать рак самостоятельно – узнаете дату вашей смерти. И самое главное – у вируса всегда есть цель. Цель может быть политическая – сделай правильный выбор. Экономическая – всего 100 рублей, и ты узнаешь. Либо от вас попросят продолжить распространение вируса – сделай перепост. Вот есть очень большая масса людей, которые считывают вот это. У них это резонирует, им это подходит, они не знают это использовать. И подпитывать, знаете, свои какие-то, неправильно будет сказано, да, внутренних демонов вот этой информацией. Ментальные вирусы распространяются мгновенно и охватывают огромные массы людей. Рано или поздно придет день, когда значительная часть человечества не сможет противостоять эпидемиям и превратиться в то самое послушное стадо, о котором писали фантасты. Это страшное будущее напоминает книгу «Обитаемый остров» Аркадия и Бориса Стругацких. Действие романа происходит на планете Саракши, где порядок поддерживается с помощью башен, транслирующих излучение, которое подавляет психику. Многие исследователи уверены, в этом сюжете гораздо больше правды, чем вымысла. Все правители во все времена пытались воздействовать на свой народ. Когда Гитлер пришел к власти, в очень короткий срок он сумел убедить миллионы немцев в том, что они сверхчеловеки и что им все дозволено. Вот какие-то тоже воздействия на них производилось. Новая цифровая эпоха открывает новые способы воздействия на человека. Один из принципиальных вопросов нашего времени – можно ли сохранить данные нашего мозга отдельно от него самого? Несколько тысяч зомби за 30 лет. Таков итог экспериментов доктора Фримена, зловещего хирурга с ножом для колки льда. Именно он ввел в медицинский обиход такую операцию, как лоботомия. Вполне здоровые люди превращались в бессловесных животных. Как это могло случиться? И нужно ли нам опасаться новых опытов с человеческим мозгом? Уолтер Фримен нашел способ устранять невроз и депрессию с помощью лоботомии. Лоботомия – хирургическая операция на мозге и сечение теменной, височной или лобной доли. Это была достаточно распространенная операция до тех пор, пока не выявили, что пресекание связи между полушариями мозга несет в себе гораздо больше негативных последствий, чем польза. Истинная причина распространения такого сомнительного метода лечения обнаружилась лишь спустя многие годы. После Второй мировой войны с фронта вернулись солдаты. Многие из них испытали тяжелые душевные потрясения. Психиатрические отделения госпиталей были переполнены. Для ухода за ветеранами требовался персонал. В таких условиях дешевый метод решения проблем депрессии оказался невероятно востребованным. Тысячи американцев прошли процедуру, которая стирала личность. Зато расходы психиатрических клиник заметно сократились. После подобной операции человек перестал нормально функционировать в обществе. Человек терял социальные связи. Человек вдруг пускался в какие-то отклонения, зависимости и так далее. В СССР применение лоботомии было запрещено еще в 1950 году. Этот метод навсегда остался символом неоправданного экспериментирования с человеческим мозгом. Однако сомнительные исследования продолжаются и сегодня. Цифровая эпоха поставила перед учеными неожиданный вопрос. Можно ли сохранить содержимое мозга после гибели тела? Смотрите далее. Разговоры с мертвыми. Можно ли оцифровать нашу душу? Вопрос виртуализации мира, он существует. И как вырваться из внутренней тюрьмы? Они не должны в руках держать ничего. Ни телефоны, ни планшеты. Нота до красного цвета. Феномен Карелиной. Интервью с человеком, чья картина мира потрясает воображение. Какие-то буквы могут иметь не только цвет, но и запах, и вкус. Поговорить с умершими. Эта идея тысячелетиями не давала покоя человечеству. Каждый человек, переживший тяжелую потерю, хоть однажды задумывался о возможности общения с тем, кого больше нет. Сегодня ученые заявляют, это вполне реально. Содержимое нашего сознания можно сохранить и после смерти. А на его основе создать программу, которая будет полностью имитировать общение с умершим родственником, другом или любимым. Специальным образом построенная нейросеть вполне способна обучиться типичным действиям этого человека. Та копия, которая может создать подобную нейросеть, для окружающих вряд ли будет сильно отличаться от оригинала. Специалист по сервисной робототехнике Александр Амбарцумов признает, мозг, оцифрованный с помощью компьютерных технологий, разумеется, будет не более чем копией человеческого сознания, своеобразным клоном личности. Но этот клон сможет говорить с вами так, что отличить его от оригинала будет невозможно. И появление такой технологии – вопрос самого ближайшего будущего. Эти технологии разработаны, они существуют, но существуют еще, так скажем, не в продакшн-форме, а в форме научно-исследовательской разработки. Когда они перейдут уже в форму коммерческую, то они станут распространенными. В течение многих веков считалось, что мир именно такой, каким мы его видим. Современная наука опровергла это утверждение. В действительности мы видим лишь то, что способен показать наш мозг. Человек показывает радугу только самому себе. Ученые обнаружили – никто из живых существ, кроме человека, радугу не видит. Иначе говоря, мир – это иллюзия. Мы видим его таким только в силу особенностей нашего мозга. Неужели мы все действительно живем внутри огромной матрицы? Кристине Карелиной никогда не приходила в голову мысль, что она обладает какими-то необычными способностями. Девушка была совершенно уверена – абсолютно все люди, так же, как и она, слышат, какую ноту издает красный свет светофора. Кристине было 18 лет, когда ей впервые объяснили – оказывается, она синестетик. Мне показалось удивительным, что это явление имеет название, и что даже есть какие-то группы ученых, которые этим занимаются, потому что мне казалось, что это просто, не знаю, моя впечатлительность. И все. Вот разница между восприятием обычного человека и синестетика. Когда мы слышим музыку, в нашем мозге задействован только канал звукового восприятия. Когда мы рассматриваем картинку, опять-таки работает только один канал – тот, что связан с нашим зрением. В мозге синестетика одновременно активны сразу несколько зон. Именно поэтому цвет для них звучит. Только 4% людей на Земле обладают способностью к синестезии. И вот что интересно – эта способность то усиливается, то ослабевает. Кристина объясняет – ее восприимчивость зависит от времени года и от физического состояния, но больше всего – от ее собственного желания. В принципе, синестезия – это как надстройка над мозгом, я называю это внутренними глазами. То есть, когда вы видите мир, у вас есть картинка и глаза, но синестезия – это как внутри мозга есть еще одни глаза и еще один экран, на котором вы в 3D все-таки смотрите это шоу. Синестезия приходит волнами, говорит Кристина. Слабеет во время болезни, а потом вдруг усиливается. Но главный диапазон ощущений с возрастом становится все шире. Чем я старше становлюсь, тем больше я начинаю в себе видеть, замечать связи. То есть, если раньше я думала, что у меня есть только музыкальная синестезия, со временем я поняла, что у меня есть и обонятельная синестезия, и синестезия графемная. С помощью музыки она передает свое ощущение от того или иного цвета. Это музыкальная синестезия. Буквы и слова Кристина тоже видит в определенных оттенках. Какие-то буквы могут иметь не только цвет, но и запах, и вкус. Какие-то буквы могут изменяться по своей структуре. По нашей просьбе Кристина выкладывает разными цветами название программы «Тайный Чапман». Обычных тонов спектра не хватает. Тайный. Буква Т. Песочные оттенки. Буква А. Строгая, черная, синяя. И краткая. Она из-за того, что называется и краткой, ассоциируется у нас с буквой К. Потому что К у меня желтая. Ч. Да. Ч, Т. Похоже, по звучанию, для меня и по ощущениям. Поэтому они будут песочных тоже оттенков. В жизни синестезия иногда мешает, говорит Кристина. Способность мозга наделять цветами и звуками чуть ли не все окружающее, как будто создает в голове несмолкающий карнавал. Мозг-синестетика творит свой собственный мир, кардинально отличающийся от мира обычного человека. Но ведь то же самое делает и мозг каждого из нас. Вы никогда не задумывались о том, как появляется радуга? Оказывается, все дело в наших глазах. Конические рецепторы внутри зрачка создают природное явление, которого на самом деле не существует. Человек не просто показывает радугу самому себе. Он ее создает. Значит, мы сами творим собственную реальность. Вопрос виртуализации мира, он существует, и ответ на него скорее да, чем нет. Как утверждают эксперты, современные компьютерные игры и соцсети перемещают человека в область виртуального. Нам все еще кажется, что мы живем. На самом деле мы уже наполовину ушли в онлайн. Сможем ли мы вернуться в прежний уютный мир? Смотрите далее. Дом. Умный дом. Как люди оказались в рабстве у компьютеров? Иметь дом с искусственным интеллектом, ну, это просто прекрасно. Человечество сон золотой. В какие глубины затягивает нас интернет? Живем мы во сне, в этой иллюзии. И как игра в мяч развивает мозг? Тихий мяч клон в ладошкой, этот мяч клон в ладошку. Программа «Тайный Чапман» проводит эксперимент. Два человека одинаковой комплекции, с одним уровнем аппетита, садятся за стол. Перед ними одна и та же пища, и количество ее совершенно одинаково. Единственная разница. Один только ест, второй параллельно воспринимает новую информацию. В результате он съедает больше, да еще и просит добавки. Мозг поглощен информацией, а значит, естественный сигнал организма о насыщении до него попросту не доходит. Еще в позапрошлом веке ученые доказали, мозг действительно развивается прежде всего в обществе. Но вот в чем проблема? Сегодня наше общество составляют уже ни друзья, ни коллеги, ни близкие люди. Их вытеснил интернет. Лайки от так называемых френдов, с которыми мы даже никогда не виделись, становятся для многих куда важнее, чем живое общение с реальными людьми. Были проведены исследования, исследовали так называемые виртуальные наркотики, и вот это вот влияние приравнивали к влиянию морфина. Психологи и педагоги в один голос предупреждают, виртуальный мир сильнее всего затягивает детей. Мозг ребенка находится в процессе формирования, и уход в интернет в раннем возрасте может нанести непоправимый ущерб. Не случайно сотрудники знаменитой Кремниевой долины в США создали школу, где нет ни одного компьютера, и запрещены телефоны. Наши эксперты призывают сделать то же самое. Они не должны в руках держать ничего, ни телефоны, ни планшеты. Для младших школьников, я считаю, нужно жесткое ограничение, например, не более 30, но максимум 60 минут, и то с интервалами в сутки, не больше. Воспитание ребенка, говорят наши эксперты, это в первую очередь привитие ему определенных навыков. Но что будет, если эти навыки формируют не родители, не друзья, а компьютеры? Формируется так называемое клиповое мышление. То есть, когда образ, картинка на экране обеспечивает восприятие линейное, оно не требует осмысливания, чего, например, не происходит при чтении. Мы читаем книжку ребенка, и у нас наш мозг, наша нервная система рисует эти картинки, эти зрительные образы, так вот клип это дело убирает. Оставаться в реальности, сохранять осознанность – вот чему учат многие духовные лидеры. Но что это значит? И как можно использовать эти знания для развития мозга? Слоны распознают 12 музыкальных тонов. Это больше, чем люди. Крысы опережают человека по адаптивным способностям. У шимпанзе намного лучше оперативная память. А дельфины и вовсе остаются для нас существами иного мира, так и не изученными до конца. Ученые констатируют – современный человек не царь природы. Кто же займет вакантное место? В это трудно поверить. Но сегодня, в век технологического прогресса и невероятных достижений, результаты социологических исследований доказывают – человечество не развивается, а наоборот – деградирует. Футурологи всерьез спорят – превратится ли Земля в планету обезьян, или людей подчинит себе искусственный интеллект. Победит ли искусственный интеллект? Будет ли он мощнее, чем мы? Да, наверное, будет. Можно ли его использовать? Да. Иметь дом с искусственным интеллектом – это просто прекрасно. Когда он многое делает для тебя и общается с тобой. У человека есть неоспоримое преимущество и перед самыми умными животными, и перед искусственным интеллектом. Только человек способен понимать, что он мыслит. Ученые советуют – нам нужно чаще думать о том, как мы думаем. Мир очень иллюзорен. Мы живем во сне, в этой иллюзии. Но иллюзию надо понимать. То есть только в осознанном состоянии ты понимаешь, что ты в иллюзии находишься. Одна из самых интересных способностей человеческого мозга – это так называемая нейропластичность – способность к восстановлению утраченных навыков. Юлия Свитайло объясняет. Если даже некоторые клетки мозга гибнут, соседние клетки берут на себя их функцию. Об этих удивительных возможностях мозга Юлия знает не понаслышке. Когда-то она сама пережила тяжелейшую травму и потратила много времени и сил на восстановление. В 2005 году я попала в дорожно-транспортное происшествие. Был достаточно тяжелый ушиб головного мозга. Пять месяцев я была выключена вообще из мира. Находилась в коме. Базовые навыки сохранились. А какие-то уже дополнительные, более высшие функции, которые были настроены, приходилось восстанавливать замок. Сегодня Юлия – эрготерапевт. Специалист, который помогает пациентам восстанавливать утраченные мозговые функции. Для этого нужно привлекать память тела. Подчас самые простые навыки, как игра с мячом. И в мячик ловим ладошкой. Этот мячик ловим руководкой. Раз, два, три. Обросать. Еще раз. Одновременно. А я выкидываю? У меня ладошку, я вам выкидываю. Раз, два, три. Удивительно. Неужели эти элементарные действия способны помочь развитию мозга? Оказывается, да. Более того, именно так удается задействовать сразу несколько важных зон. Мы свое внимание рассеять пакет, выделяем не один главный объект, а два. Мы координируем свои действия. О связи мозга и тела современные ученые говорят все чаще. Негативные эмоции и тяжелые мысли прямо влияют на здоровье. Но существует и обратная взаимосвязь. Если в организме есть проблемы, мозг не сможет нормально работать. Если, например, не работает нормальный толстый кишечник, то у человека будет развиваться эмоция именно в толстом кишечнике. Это будут эмоции уныния. И тогда из тела идет информация, и она проходит через мозг. И человек начинает проецировать уныние. А ведь при этом именно мозг формирует нашу жизнь. Так рождается порочный круг. Человек не следит за своим телом, возникает проблема с теми или иными внутренними органами. Мозг порождает негативные эмоции, которые в буквальном смысле слова отравляют жизнь. Надо нормально питаться, нормально спать. Не может быть нормальной мысли, не может быть нормальной осознанности, если человек ест плохую еду, не высыпается, все время злится. Жизнь превращается в реальное выживание. При этом именно осознанность – лучший путь к творчеству, считают эксперты. Нужно понять, что мозг – это своеобразная тюрьма, и вырваться из нее на свободу своего сознания. Как будто стены разрушаются. И человек не ощущает, как бы, вот этих ограничений. Как только ты, понимаешь, на меня, я хочу быть свободным, да, тогда тебе извне предлагаются уже варианты. Как ты это сделаешь, да? Исследования последних лет открыли немало тайн. Ученые смогли установить связь между зонами мозга и нашими способностями. Оказалось, что зона, ответственная за память, одновременно задействует и наше воображение. Некоторые эксперты вполне серьезно задают вопрос. Действительно ли настолько фантастична идея о предвидении будущего? Может быть, именно активизация определенных мозговых зон и объясняет эффект ясновидения? Исследователи не сомневаются в том, что главное открытие, связанное с мозгом, еще только предстоит сделать. У каждого человека существует огромный потенциал. При изменении среды или изменении каких-то средовых условий человек может реализовываться больше, лучше или хуже. Наш мозг – уникальный инструмент для того, чтобы понять окружающее и сделать собственную жизнь такой, как мы хотим. Единственная проблема, которую необходимо решить – узнать о своем мозге как можно больше. И, судя по всему, человеку пора поторопиться. Китайские нейрофизиологи клонируют приматов. Эксперты в области цифровых технологий совершенствуют искусственный интеллект. А между тем, человеческий мозг постепенно деградирует. И если тенденция не изменится, мир с завтрашнего дня будет принадлежать совсем другим существам. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.